Друзья мои, всем привет! Снова моя тень. Снова я гуляю по городу. Очень шумная улица, много машин, кто-то там с траву стрижет. Я вам сейчас покажу. Одна из достопримечательностей, так сказать, моего города. Это поле для гольфа, на котором когда-то происходил мировой турнир. Потом его отменили. В общем, сейчас мы приблизимся к нему, я вам покажу все. Вернее, не турнир отменили, а отменили на нашем поле. Сейчас мы будем проходить. Вот смотрите, здесь очень плохо. Я хотела с той стороны заснять. Там лес, очень красивая осень. Но там ремонтируют, видите, ремонтируют дорогу, ремонтируют тротуар. Машин много, наверное, очень шумно. Меня, наверное, плохо слышно. Значит, в нашем городе находится самый известный, один из самых известных в Канаде, Голф Клаб. Называется он Гленаби. Вот мы сейчас к нему приближаемся. Мы там внизу, видите, поля, леса. Значит, это такая улица центральная моего города, но это улица, по которой на самом деле здесь даже домов нету, понимаете? Потому что это такое как бы шоссе в центре города. Вот когда, не в центре города, вернее, а которая проходит по городу, вот когда вы съезжаете с хайвея, или в Европе это называется фривей, то вам ведь надо в городе, в город большой, такой разбросанный, надо ведь доехать до своего дома. Значит, есть несколько вот таких вот больших шумных улиц, по которым все съезжают с хайвея и едут уже по своим районам. Вот это одна из них. Вот смотрите. И вот здесь нету домов даже вокруг. И здесь есть, например, вот это поле для гольфа. Оно очень большое. Это кусочек его, который выходит сюда, к тому месту, где я живу недалеко. Значит, в чем тут дело? Видите, деревья пооблетали уже. Хотела вам заснять красивую осень, но уже очень много деревьев облетели. Вот я вам показывала. В прошлый раз, когда я с вами гуляла по городу, там были очень еще красивые деревья. Сейчас уже немножко пооблетело, хотя пошло совсем мало времени. И все еще тепло у нас более или менее. Но вот, смотрите, значит... Ну, те, кто в гольф играют, понимают, что это такое, что вот это вот специальные вот эти вот, видите, белые вот эти вот из песка места и рать. В общем, я в гольф не играю. Играет мой сын. Я ничего в этом не понимаю. Но когда-то здесь, в этом гольф-клабе, значит, проводился международный турнир, по-моему, с конца июля до середины августа. Или что-то такое, или с середины июля, я уж точно не помню. У нас проходили... У нас проходил, вот видите, здесь мостик такой симпатичный. У нас проходил турнир, международный, мировой турнир по гольфу. К нам съезжались все известные гольфисты. К нам приезжали зрители, в общем, со всего мира. И тут у нас устраивали прям такое... Было Монте-Карло прям такое. Немножко это действовало на нервы, потому что это было как бы... Ну, очень много машин, много людей. Но была такая движуха, в общем, весело. Потом хозяин этого поля... А на самом деле здесь все... У нас в Канаде очень много, в общем, земли, которая принадлежит кому-то. Это не государственная земля. Вот это поле и вообще вот этот вся огромный кусок земли принадлежит какому-то человеку. Когда очень выросли цены... Ой, сейчас, подождите. На недвижимость. Сейчас мы пойдем... Пойдем, будем снимать. Вот видите, я здесь на мосту. Там еще один мост, здесь машина-машина. Когда в Канаде очень сильно выросли цены на недвижимость, где-то в 2010-х годах, он решил, что если он такой кусок огромной земли запродаст застройщикам, то как бы он может с этого иметь хорошие деньги. И решил он закрыть вообще это гольфовое поле и начать продавать землю. Но город возмутился, жители возмутились, потому что это как бы наша достопримечательность, любимое место многих жителей города. Здесь все приходят играть в кольф, я не играю. Мой сын играет, но он сюда не ходит, потому что здесь очень дорого. Вот если вы встретите здесь мужчину, если вы хотите познакомиться с богатеньким Буратиной, то вы должны не пожалеть 100 долларов. 100 чем-то, 100 долларов плюс стоит самый дешевый вход сюда. То есть там у них какие-то есть подразделения. 8 дырок, 18 отверстий. Я не знаю, наверное, это называется ворота. По-английски это дырки, но по-русски, наверное, это переводится как ворота. Значит, есть разные какие-то возможности играть. И вот если вы здесь заплатите сотню долларов, самый дешевый билет за вход, за самое маленькое количество игр, которые можно играть, и будете сюда ходить, то очень может быть, что вам повезет, и вы встретите здесь богатого миллионера, который здесь играет в гольф, потому что в гольф здесь играют... Хотела сказать, в хоккей играют настоящие мужчины. Вот здесь в гольф играют настоящие мужчины, у которых есть много денег, которые могут позволить себе ходить в это место и играть здесь в гольф. Мой сын сказал там, какой-то приурочил, что когда он устроится на работу и получит определенную зарплату, он в качестве, чтобы отметить это мероприятие, скорее всего, сходит сюда поиграть в гольф один раз, чтобы как бы отметить это дело. И, в общем, короче, к чему я все это говорю. А, вот отсюда лучше. Вот, видите, здесь есть какой-то пруд, в общем, поля. Короче говоря, если вы хотите встретить богатого миллионера, вон они ездят на своих гольф-карт, видите, вот едут-едут богатенькие дяденьки, то вам сюда, сюда, да. Хотя, в принципе, у нас понятие миллионера очень растяжимое. Вы видели, в прошлый раз я вам как-то снимала и показывала дом на продажу. Я его потом нашла на нашем сайте, где продаются все дома. Выставила его на... Вам показать фотографию, что этот дом продавали за полтора миллиона долларов. Дом маленький, небольшой, довольно неказистый. Там не очень хороший ремонт. Это, в общем, три спальни. А вы знаете, что у нас считают по спальням. То есть вот у нас размер дома, когда пишут, ну, пишут в размер, так сказать, площадь и количество спален. Потому что обычно так это работает. На первом этаже вход, ну, как бы, трехожая, кухня, зал, гостиная. Вот. Там, где телевизор стоит, диван, камин, значит. И еще такое место, обычно столовая. То есть стол со стульями, куда приходят гости, где гости, значит, садятся. Вот давайте я вам поснимаю гольфических дяденек. Или это тетеньки. Вот они все в белом. Ходят со своими клюшками, между своими тележками. Вот они гуляют. А на втором этаже обычно спальни. То есть вот три спальни, четыре спальни, пять и так далее. Как правило, вот дома считаются по спальне. Вот этот дом был на три спальни. Давайте продолжим смотреть, как он, видите, сейчас он клюшечкой как замахнется. Вот эти уехали на машинке. Сейчас он как стукнет. Что-то не стукает. Стоит, стоит, стоит. Остальные просто ходят туда-сюда-дема. По идее, он сейчас должен... Он что-то наклонился, мячик ищет. Я не знаю, что он там делает. Это я увеличила экран. Мне на самом деле далеко. Так, пытается попасть. Ёлы-палы, как долго. Или что он там? Он, может, писать захотел? Извиняюсь. Это шутка. Здесь есть туалет, поверьте мне. Так, я все хочу заснять удар. Удар. Опа, видите, вот, запурдолил мячик, и мячик полетел. Так, ладно. Удалимся. Короче говоря, тот дом, который я вам показала, он стоит полтора миллиона долларов. Дом неказистый, маленький совсем. На один гараж. В общем, и то он стоит полтора миллиона. Поэтому у нас фактически в Канаде любой владелец дома своего в более-менее таком, в районе Торонто, они все миллионеры. Ну, если у человека есть дом, который стоит больше миллиона, значит, человек миллионер. Другое дело, что с этого толку? Даже вы его продадите, вы получите миллион долларов. Ну, вам-то жить где-то надо, вы должны купить другой дом, который тоже будет стоить миллион. Так что миллионером вам не быть. Так, сейчас я встроюсь. Вот здесь, видите, есть такая смотровая площадка со скамеечкой, где можно посидеть и посмотреть на то, как люди играют в гольф. И вот, ну, мы уже видели, вы уже насмотрелись, наверное, вам уже не интересно. Ну, вот, в общем, поле для гольфа. Сейчас я пойду, вот, поднимусь вот на этот вот мост. Вот этот, видите, вот этот, который здесь идет. И я хотела снять с той стороны, но здесь солнце не видно, а там, видите, рабочие работают, там закрыт проход. То есть туда нельзя, там нельзя пройти и снять. Вот лес с той стороны, он тоже очень красивый, но сейчас уже все. Я смотрю, что я немножко припозднилась, потому что уже нет, все уже облетело. Может, я сейчас езжу в какое-то место, другое поснимаю там, если найду. Так, идем по лестнице на мост. Мост пешеходный, по которому можно переходить вот эту большую дорогу. Тень какая, видите, у меня большая длина, потому что я иду, запыхалась все. Поднимаюсь по лестнице, идем на мост. Какая красивая собачка. Вот, это пешеходный мост над вот этой вот большой дорогой, которую я вам... Которую мы только что шли по тротуару, чтобы... Чтобы показать вам поле для гольфа. Я, наверное, не пойду до конца, просто сниму вам. Вот здесь очень красивый лес. Но сейчас ничего не видно. Все как-то деревья облетели, в общем. И с этой стороны у нас тут, видите, везде ремонт, объезд, обход. Так что вот такой мостик. Пойду я, наверное, назад. Не буду я по нему гулять. Потому что невозможно ничего снять, к сожалению, из-за ремонта. Вот, может быть, только отсюда, с этого угла сниму вам еще раз. И мы еще куда-нибудь съездим с вами. Короче, начала говорить про поле для гольфа, что если вы хотите найти мужа-миллионера, богатого, в этом случае очень чувака, то вам сюда. Купите билетик за 100 баксов. 100 баксов стоит билет самый дешевый. Там еще зависит от времени, от того, насколько игр вы покупаете. Но, по-моему, утром дороже или вечером дороже. Не знаю, сын мой знал вам. Я что-то особо не вдавалась. Короче, если вы хотите найти мужа побогаче, то надо будет вложиться, вложиться. Потому что за 100 долларов, если вы купите билет, то там будут такие же, как вы. Не шибко богатые. А те, кто еле-еле нашкребли себе на вход в дорогой гольф-клуб. Там, конечно, есть здание, которое стоит там у въезда. Там, кстати, устраивают свадьбы, там устраивают какие-то мероприятия в самом здании. Потому что здание очень красивый дом. Я там не была, но я видела картинку. Красивое здание. Там есть ресторан, там есть кухня. Там есть какие-то, конечно, можно поставить столы. В общем, там можно делать всякие мероприятия. Свадьбы, я знаю, делают. Это стоит очень много денег. Но те, у кого есть деньги, особенно члены этого больф-клуба, они своим детям там или друг с другом женятся здесь. И там очень красиво. Там много места, видите? Потому что это маленький кусочек этого больф-клуба на самом деле. Он тянется через весь город. Вот это там, с другой стороны, он уходит туда вглубь. В общем, и вот можно сделать себе такое вот, организовать мероприятие у них в ресторане. У них там очень красиво. Очень много таких изысканных блюд они там готовят. Там какой-то шеф-повар, который очень известный. Так что... И люди иногда просто приходят туда просто даже не играть, а потусить там, посидеть в ресторане. Но это обычно только члены, члены гольф-клуба. То есть те, кто покупает членский билет на год, это тоже стоит дофига. Я даже не знаю, сколько. Но можете себе представить, если самый дешевый вход стоит 100 долларов, самое дешевое время на самую маленькую игру. А вообще там и 200, и 300 долларов люди платят, чтобы прийти поиграть в удобное время, выходные. В общем, так что вот так. Если хотите богатого мужа, девочки, вы знаете, куда идти? Если что, я вам адресок... Адресок черкану кому надо. Слушайте, послушала, что я тут записала вам, и что я вам тут плела и рассказывала, и поняла, что я самое главное это не рассказала. Почему у нас перестали проводить эти турниры для гольфа мировые, после того, как хозяин решил продать эту землю под застройку. Город возмутился, жители возмутились, и наше, значит, городское... Ну, как сказать, городской совет, мэрия, вместе во главе с мэром и со всеми там советниками, они как бы назвали это место, что это городская достопримечательность. И вот если городская достопримечательность находится в черте города, ее нельзя застраивать. Вот она должна остаться такой, какая она есть. Ее провозгласили вот этой вот какой-то такой городской, так сказать, городским аттракцией, которую нельзя трогать. То есть нельзя переделать, нельзя ничего застраивать. И он как бы не смог продать эту землю застройщикам, хозяин этого поля, гольф-клаба. Но этот мировой чемпионат, который у нас здесь проводился, у них есть тоже какой-то свой закон, что в достопримечательностях они не могут проводить чемпионат, только вот в каких-то обычных таких местах. В результате поле для гольфа осталось, чемпионат больше не проводят мировой, потому что это вот не совсем как-то по их уставу, ни то, ни сё. Ну, в общем, короче говоря, все-все-всех обманули, но в результате чемпионат у нас больше не проводится, что очень жалко, потому что было Твиз, была такая жужуха у нас, народ приезжал со всего мира, было прикольно. Все очень радовались, все хозяева ресторанов, магазинов у нас тут в городе, все прямо жили эти 10, 15, 20 дней, я не помню, сколько он проходил. У них это было лучшее время, для них много туристов. Но поле осталось, и я думаю, что хозяин не очень расстроен, потому что свои сумасшедшие деньги он с этого дела имеет. Вот, ну, вот так вот, чемпионатов больше нет у нас.